МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жизненно важная заморозка". -"Мониторинг цен в аптечных пунктах проводится постоянно". -"Какие торговые и аптечные сети вошли в число инициаторов". -"Нетрадиционные методы воспитания". -"Там окно открыто было". -"По словам детей, воспитатель оставил их раздетыми на холоде". -"Он продавал опиум для народа". -"Задержан мужчина, торговавший наркотиками". -"Стало меньше наполовину". -"Сокращение произошло не только в неврологии, но и в других отделениях". -"Почему в стационарах сокращают койко-места". -"Нижнекамск продолжает принимать беженцев". -"Семья Романовских нуждается в помощи". -"Три, но очень важные буквы". -"Дружно, смело, с оптимизмом". -"В городе прошел флешмоб за здоровый образ жизни". -"Движение и оптимизм". -"Долгожительница Зоя Сакирина празднует юбилей". -"Нижнекамские новости". -"Долгожительница Зоя Лилигорова, здравствуйте". -"Цены на социально значимые продукты питания и жизненно важные лекарственные средства должны быть заморожены". -"В антимонопольную службу был направлен проект соответствующего соглашения". -"В каких магазинах и аптеках она уже действует, узнала Аделя Сиразова". -"С конца 2014 года во многих торговых сетях произошел резкий скачок цен на продукты". -"Курица, сахар, бананы, рис. Это далеко не полный список товаров, которые подорожали". -"Особенно на последний раз. Прямо, знаете, где-то на 100%, честное слово". -"Да хлеб даже и то дорого". -"Продукты. Их же везут откуда-то. Это все денег стоит. Лишь бы еще больше не подорожало". -"Сейчас зарплата не поднимается, а продукты поднимают. По-моему, это многие люди дома сидят с маленькими детьми семи и кормят. В этой таблице можно наглядно увидеть разницу цен. По данным на 1 марта стоимость моркови в супермаркете Пятерочка 49 рублей 95 копеек, а в магазине Камила почти на 17 рублей дороже. Если же взять свеклу, то здесь супермаркет Пятерочка продает ее дороже на 11 рублей, нежели Эссен-экспресс. Крупные ритейлеры разработали проект по заморозке цен. Четкого списка продуктов, стоимость которых будет зафиксирована, нет. Корзина будет формироваться самостоятельно торговыми сетями. При этом ориентироваться магазины будут на список социально значимых продуктов. Нижнекамский первый торговый центр, который заморозил цены, это гипермаркет Лента. -"С марта месяца текущего года, к дополнению к существующей социальной программе, компания фиксирует цены на 20 ассортиментных позиций, пользующиеся популярным спросом у покупателей. Цены зафиксированы будут сроком на 2 месяца, и в случае снижения закупочных цен, Лента, естественно, обеспечивает снижение цен и в торговом зале". Пока неизвестно, какие еще гипермаркеты поддержат политику заморозки цен. Если часть продуктовых магазинов фиксирование цены социально значимой товары может не поддерживать, то вот ситуация с аптеками иная. Минздрав обязует все фармацевтические пункты подчиняться заморозке цен на жизненно важные лекарственные средства. Список препаратов обновился 1 марта этого года. Теперь в него входит более 600 лекарственных средств, которые защищены от колебания курсов валют. Мониторинг цен в аптечных пунктах проводится постоянно. К примеру, один из препаратов, который входит в список жизненно важных лекарственных средств, это НОШПА. Его рейстровая цена 40 рублей 16 копеек за пачку из 6 таблеток. Но это не значит, что товар должен опускаться именно по этой стоимости. Существуют еще НДС, оптовые розничные надбавки, которые регламентированы. Отсюда отпускная цена 64 рубля 20 копеек. Если же аптека завышает стоимость, ее владелец может лишиться лицензии. Список препаратов с фиксированной стоимостью опубликован на сайте правительства Российской Федерации. Подробную информацию о надбавках вы можете узнать в любой аптеке. Она должна быть размещена на стендах и находиться в общем доступе. А цены производителей можно посмотреть в государственном реестре предельных отпускных цен на жизненно важные лекарственные средства. Аделья Сиразова, Альфия Галимова, Евгений Лизаев и Максим Липин. Новости НТР. В одном из детских садов Нижнекамска произошел неприятный инцидент. По словам детей, в качестве наказания воспитатель открыла Настя Шакно и оставила их одних в холодной группе. Александр Комаров пообщался с ребятами и их родителями. Альфия, Алина и Айгуль идут в детский сад. Они хотят обсудить с сотрудниками дошкольного учреждения случай, который произошел 20 февраля. В тот день, по словам четырех детей, во время тихого часа воспитательница вывела их в другую комнату, где было открыто окно, а сама ушла. И они там лежали, замерзли. А в это время Надежда Викторовна ушла из группы, где-то гуляла, по своим делам ходила. Вот именно это окно и было открыто. И именно здесь, говорят дети, им пришлось лежать и мерзнуть. Вот что рассказывает одна из наказанных. Она сказала, вот весь ковер в нашем распоряжении заставила лежать. Мы лежали, мерзли. Тут сосуды превратились. Альфия сказал, лед. А почему мерзли? Ну, чтобы окно открыто было. Эта история могла бы остаться на устах младенцев, но на планерке в детском саду воспитательница из другой группы, которая и увела детей из холодной комнаты, задала вопрос заведующей об этом случае. Я детей подняла и убрала их. А так они еще уперлись лежат. Нет, нам Надежда Викторовна запретила. Я в шоке была. Я говорю, идемте, говорю, посмотрите, что там творится. Я тоже была в шоке. Я тоже была в шоке. И с человеком я поговорила. Поговорила так, как я считаю нужным. Заведующая наказала нерадивую подчиненную выговором, а чуть позже ее уволили. Родители наказанных детей собираются идти в прокуратуру, где будут доказывать вину воспитателя. Александр Комаров, Максим Липин, Новости НТР. На Мира-72 задержан 40-летний мужчина, торговавший опиумом. Контрольную закупку провели сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Подозреваемый продал оперативникам медицинский шприц с жидкостью светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это ацетилированный опиум. Сбытом мужчина занимался около двух месяцев. Для этой цели он снял квартиру, где сам изготавливал наркотики. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Выделение неврологии сократилось количество койко-мест круглосуточного пребывания. Если раньше их было 40, то теперь 29. С чем связаны такие изменения? Не отразились ли они на больных? Узнала Айгуль Яблонская. Александра Федина в свои 82 в первый раз оказалась в выделении неврологии. В последнее время у нее часто болела голова. Сегодня пенсионерка чувствует себя хорошо. Уже завтра она готовится к выписке. Системы делают, уколы делают, массаж делают. Довольно. Коллектив, медсестры все отличные. Вот вчера я взглянула, посмотрела и все, приглядываясь. Очень хорошие. Таких, как Александра Федина, здесь полное отделение. У кого что болит. Палаты больницы никогда не пустуют. Тем более в последнее время. Дело в том, что койки круглосуточного пребывания в неврологическом отделении сократили с 40 до 29. На нашу койку поступают больные, которые нуждаются либо в первичном серьезном обследовании, установке диагноза неврологического, истинно-неврологического, либо больные, неходящие. Те 29 койок, они, конечно, недостаточны. И наше руководство это понимает и пыталось как бы отстоять эти койки. Выход из положения нашли. Добавили койки в дневном сационаре и в отделении реабилитации. Сегодня на лечении в отделении неврологии находятся 43 нижнекамца. 30 человек круглосуточно, 13 получают медицинскую помощь днем. В управлении здравоохранения нам пояснили, что эта мера была вынужденной. Государство, Минздрав России переводит койки круглосуточного стационара уже в дневной стационар, в поликлинических отделениях или в отделении реабилитации, где пациенты получают ту же самую помощь в том же самом объеме. Единственное, только они идут после этого лечения домой. То есть это им комфортно и не отрываются они от семьи, находятся в привычных для себя условиях. Таким образом, сейчас вместо 6 койок в дневном отделении неврология стала 12, а в общем по городу их 60. Сокращение произошло не только в неврологии, но и в других отделениях, такие как хирургия и гинекология. В общей сложности по городу койки круглосуточного пребывания сократили с полутора тысяч до 760. Айгуль Леблонская, Евгений Лозаев, новости НТР. Без жилья, работы и денег. Эти проблемы знакомы людям, которые вынуждены бежать со своей родины. В нашу редакцию в очередной раз обратилась семья из Украины. В Нижнекамск она решила переехать, когда в центре города разорвался снаряд. Сегодня пули и бомбежки им уже не страшны. Пугают бытовые проблемы. Мы очень часто рассказываем вам истории людей, которым нужна помощь. И почти всегда эту помощь вы, наши телезрители, им оказываете. Сегодня речь пойдет о семье Романовских. В наш город они приехали из города Авдеевка Донецкой области. Как они говорят, жить там стало просто невозможно. Ну, ведутся боевые действия, ведутся, ну, это, наверное, война. Жить в родном городе было страшно. Но они все же надеялись до последнего, что военные действия прекратятся. Когда бомбить начали центр города, поняли, надеяться уже не на что. В 10-15 вечера мы с супругой легли спать, одеты, вот в чем были. И у нас буквально возле соседнего подъезда приземлился град. То есть, градом обстреляли именно центр города. В Нижнекамске они ехали двое суток на машине вместе с двумя маленькими детьми. Остановились у брата Динары. Сегодня занимаются оформлением документов, поиском работы и жилья. Ну, самое первое, это, наверное, жилье. То есть, жилье, потому что наша семья четыре человека и плюс вот у супруги брат, там тоже четыре человека их. И в двухкомнатной квартире, конечно, ну, вы меня понимаете. Денег, чтобы снять квартиру, у семьи пока нет. Возможно, найдутся люди, которые на первое время помогут решить эту проблему. Квартира там, ну, рассчитались работы, мебель, бытовая техника. Ну, то есть, все, естественно, все оставили, потому что, как бы, то, что смогли, то взяли. А взяли только самое необходимое. Сегодня Романовский нуждается в любой помощи. Если вы хотите помочь семье с двумя маленькими детьми, звоните в нашу редакцию по телефону 077. Анастасия Шакирова, Ренат Харасов, Новости НТР. Нижнекамский разыскивает пропавшего мужчину. 27 февраля ушел из дома и до сих пор не вернулся. Шакиров Ильтазар Габдельхакович, 65-го года рождения. Проживает он один, во что был одет неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке, просьба позвонить в полицию по телефону 02. Студенты Агропромышленного колледжа призвали нижнекамцев к здоровому образу жизни. Сегодня учащиеся СУЗы прямо перед входом в учебное заведение выстроились таким образом, чтобы получились три буквы ЗОЖ. Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни. Под таким девизом в Нижнекамске прошел флешмоб, участниками которого стали студенты Агропромышленного колледжа. Студент 2-го курса Агропромышленного колледжа победил вредную привычку. Теперь он не курит. Сейчас вместе со своими товарищами пропагандируют здоровый образ жизни. Чтобы бросили курить, это не так трудно заниматься спортом. Учащиеся СУЗы перед входом в учебное заведение выстроились так, чтобы получились три буквы ЗОЖ. Совместили это с танцами и кричалками. Таким образом молодое поколение призывает своих сверстников заниматься спортом и бросать вредные привычки. После того, как ввели закон о противокурении, многие наши студенты задумались вообще, как бросить курить. Кто-то даже ввели, некоторые сделали соцопрос, после чего выяснилось, что ребята экономят очень много денег, которые просят курить. Сегодня мы были инициатором проведения в Агропромышленном колледже акции «Здоровый образ жизни. Выбор молодых». То есть участвовали те ребята, которые проходят профилактическую школу здоровья, которую я провожу здесь, в Агропромышленном колледже. Подобные флешмобы за здоровый образ жизни проходят постоянно. Организаторы уверены, это поможет подрастающему поколению понять, что их успех напрямую зависит от здорового образа жизни. Планируем 7 апреля провести акцию также за здоровый образ жизни с детьми, маленькими, девятилетками 12-й школы. Они у нас тоже в профилактическом проекте сейчас участвуют «Цветок здоровья». Руфья Галимова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Свой 20-летний юбилей отметила еще одна жительница Нижнекамска. Зоя Сакерина, отличник народного образования и ветеран труда. Поздравить именинницу пришли соседи, родные, друзья. Я вам среди гостей была и Аделя Сатарова. Телефон не умолкнет до конца дня, говорит Зоя Сакерина. Звонят родственники со всех уголков страны. Сегодня она отмечает свой 90-летний юбилей. Поздравить именинницу хочет каждый. Соседи не исключение. Принимает теплые слова Зоя Михайловна не только от друзей и родственников. Заместитель главы Эльвира Далатказина поздравила, передала письмо от президента Российской Федерации и памятный подарок от мэра города. Уважаемая Зоя Михайловна, разрешите вас поздравить с юбилеем. Вручить вам письмо. Зоя Сакерина говорит, что прожила долгую счастливую жизнь. Работала учителем, всегда и все успевала. И на работе, и дома. У Зои Михайловны трое детей, шесть внуков и пять правнуков. Даже сейчас, когда руки уже не так сильны, Зоя Михайловна не сидит без дела. Она читает, гуляет, печет пироги, вышивает, а летом выезжает в огород. Розы. Пришла Мила, вечером пришла. Я держу эту вышивку, она так наклонилась. Какая красота. Когда началась война, Зоя Сакерина закончила восьмой класс. Было тяжело, ей приходилось много работать. В основном в годы войны это физическая работа и больше ничего. Физическая работа и заготовка в институте, когда мы приедем в институте, надо уже заниматься. А нас всех отправляют в лес, заготовлять лес. Чтобы дожить до 90 лет, нужно беречь себя с самого детства, говорит ветеран. Движение «Оптимизм», составляющие долголетия Зои Михайловны. Аделия Сатарова, Ренат Харасов, Новости НТР. В ее руках старой газеты пластиковые бутылки превращаются в произведения искусства. Евгения Бекбулатова представила свои новые работы. В городском музее открылась выставка «Цветочный рай». На необычные работы автора посмотрела Анастасия Волнякова. Покрываем все это прозрачным мебельным лаком и шкатулка готова. В это трудно поверить, но эта шкатулка сделана из газет и салфеток. Евгения Бекбулатова виртуозно превращает мусор в произведения искусства. Своими умениями автор поделилась с детьми, пришедшими на открытие выставки. Ребята, в свою очередь, приготовили для нее стихи. На ромашке нагадаешь правду. Роза щедро дарит нам любовь. Ландыш нам приносит обновление. Стихи про цветы ребята выучили неспроста. Евгения Бекбулатова создает и цветочные композиции. Эта выставка не стала исключением. Необычный орнамент можно встретить на каждой работе автора. Будь то чайный сервиз, шкатулка, корзина или картина. Данные работы – это работы новые. Они еще нигде не участвовали. Они у меня выставляются впервые. Вообще, каждую выставку я стараюсь выставлять новые, абсолютно новые работы. Не повторятся. Все четыре выставки – все новые работы. Сейчас Евгения Бекбулатова учит своему мастерству детей. В 29-й школе она преподает начальную технику моделирования. Сегодня на выставке среди ее работ также были представлены композиции, сделанные руками ее воспитанников. Я подготовила вот такую вазочку. Она обретена бисером сама. И здесь есть разные цветочки. Ознакомиться с работами Евгения Бекбулатовой может каждый желающий. Выставка продлится до конца марта. Анастасия Волнякова, Максим Липин, Новости НТР. Далее новости спорта и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что вы с нами. До свидания. Спортивный деловой комплекс «Федотова» приглашает всех любителей активного зимнего отдыха. К вашим услугам – катание на лыжах, сноутбордах, тюбингах. Приятные иконные прогулки и гостиничный комплекс с рестораном и сауной. СДК «Федотова». Телефон 20-26-98. В металлоторге «Акция». Купи поликарбонат сейчас, забери весной. Подробности по телефону 4301-10. Артроз, остеохондроз, гипертония, варикоз. Болезней много. Аппарат 1. Алмак 01. Приобретайте Алмак на праздничные акции со скидкой 10% до 9 марта в аптеках 36,6. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. Изумительные украшения золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями по доступным ценам. Завораживающий блеск и потрясающий дизайн. Скидки до 40%. Ювелирный салон «Аннелли». Впечатление бесценно. Торговый центр «Барс-2», первый этаж. Пуховики и куртки для зимы и осени стильные и практичные для девушек и бабушек. Запоминайте адрес. Торговый центр «Березка», первый этаж, павильон 111. Доступные цены, сезонные скидки. Мобильная связь «Летай» представляет. Мощный, яркий смартфон 4G. Летай до лета, не выходя из интернета. Шесть месяцев улетного общения. На смартфоне 4G. Всего за 7250 рублей. Купи в салонах ТАВТЕЛЕКОМ и «Летай» мобильная связь. Встречай весну в новых красках. В строймаркете «Колорит» бесплатная колеровка красок «Дулюкс» и «Маршал». Город Нижнекамск, улица Вокзальная, 13А. Телефон 406006. Акция действует с 1 марта по 30 апреля 2015 года. На телеканале НТР новости спорта. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. В эти дни в городе Пересвет Московской области проходит чемпионат России по биатлону среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Нижнекамск на этих состязаниях представлен бронзовым призером Паралимпийских игр в Сочи, призером этапов Кубка мира, Мартой Зайнулиной. Во второй день чемпионата прославленная Нижнекамская лыжница приняла участие в спринте. В гонке на 7,5 километров наши спортсменки не было равных. Марта показала результат 25 минут 10 секунд и стала чемпионкой страны. Нижнекамский реактор одержал победу во втором матче серии плей-офф. На своем льду подопечных Соколова принимала команда «Сибирские снайперы». Открыть счет на табло удалось Нижнекамцу Денису Липустину. Под занавес первого периода хозяева сравнивали счет. В начале второго отрезка игры реакторщики реализовали большинство. Гол на счету Ильдара Шексаддарова. Хозяевам удалось догнать оппонентов. И на второй перерыв команды ушли при счете 2-2. За 10 минут до конца игры реактор, воспользовавшись большинством, вырвался вперед. А за 2 минуты до конца матча, за 2 минуты до финальной сирены, сибиряки сняли вратаря. И этим воспользовался Михаил Тихонов, который установил окончательный счет встречи. 4-2 в пользу реактора. В плей-офф каждая игра может решить исход серии. Поэтому нельзя так разбрасываться победами. Теперь едем домой. Конечно, в плей-офф не бывает легких матчей. Да и сопернику уже терять нечего. Но мы обязаны доказать, что мы сильнее. Тем более в родных стенах перед своими болельщиками. В следующий раз команда сыграет уже в эту пятницу. Матч пройдет в Нижнекамске. Начало с 3-х в 6 вечера. Вход бесплатный. На заслуженный отдых. Следующий сезон для главного тренера нефтехимика Владимира Крикунова станет последним. Об этом он заявил в интервью интернет-порталу sportbox.ru. По словам прославленного специалиста, после завершения тренерской карьеры он не собирается уходить из хоккея и станет либо вице-президентом клуба, либо же будет работать с молодежной командой. К другим спортивным темам. В Казани прошли традиционные соревнования между судами Татарстана. В состязаниях приняло участие около 250 человек. В программе 4 личных зачета. Это судья-мужчина, судья-женщина, аппарат-мужчина и женщина. По итогам 4 личных зачетов баллы суммировались. Представители нашего городского суда заняли второе место в общекомандных соревнованиях. Также нижнекамцы приняли участие в эстафете, где стали третьими. Стабильно мы занимаем призовые места, что в эстафете, что в личных индивидуальных гонках. Поэтому нельзя говорить о том, что наши результаты ухудшились. Мы стабильно высокую планку держим и не опускаем ее. На минувшей неделе нижнекамские вольники приняли участие в первенстве Приволжского федерального округа, которое прошло в Оренбурге. На этот раз у наших спортсменов, что называется, не пошло. Три нижнекамских борца выбрались соревнования еще в первый день. Единственный, кто попал на пьедестал, Максим Шевель. Он стал третьим весовой категории 76 килограмм. Таким образом, ни один представитель Татарстана не пробился на первенство России. В эти выходные на учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоится традиционный нижнекамский лыжный марафон на призы спортивного клуба «Нефтехимик». К соревнованиям допускаются все желающие. Достаточно иметь медицинское разрешение. Намечено 9 возрастных категорий у мужчин и 8 у женщин. Дистанции 10, 15, 20 и 30 километров в зависимости от возраста. На старт спортсмены выйдут в 10 утра. НТР объявляет о новом кастинге. Скоро на нашем телеканале стартует проект под названием «Твое здоровье Нижнекамск». Программа о здоровье и здоровом образе жизни. Мы ищем ведущего этого проекта. Если ты молодой, креативный, коммуникабельный, ведешь здоровый образ жизни и занимаешься спортом, тогда ты именно тот, кто нам нужен. Связаться с нашей телекомпанией можно по номеру 077. Совсем скоро вся информация о новом проекте появится на нашем сайте ntrtv.ru. Также на волнах радиостанции ДФМ вы можете узнать все подробности. НТР ждет тебя. На этом все. Далее прогноз погоды и новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Днем потеплеет до минус 3 градусов. Вечером минус 10 градусов Цельсия. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 84%. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok